Всем привет! Меня зовут Марина и мы с вами находимся на канале о вязании. Сегодня у нас на календаре 5 января. И, конечно же, я хотела бы всех вас поздравить с наступившим уже 2021 годом. Пожелать вам в первую очередь здоровья, пожелать вам любви, пожелать вам взаимопонимания в ваших семьях и чтобы все-все ваши желания, которые вы загадали под елочкой, обязательно-обязательно исполнились. Сегодня у нас будет разговорное видео, и поговорить в этом видео я хотела бы с вами на тему «Мои инструменты». Периодически поступают ко мне вопросы по поводу того, что из чего вы вяжете, имеется в виду инструменты. И как раз-таки в этом видео я хотела бы раскрыть этот вопрос. Но я хотела бы это сделать не как какой-то обзор традиционный, то есть где я вам показываю все-все эти инструменты, а рассказать как какую-то мою личную историю, связанную конкретно с инструментами. И начать эту историю я хотела бы с самого начала. А началом я буду считать тот период, не когда я научилась вязать, а тот период, когда я начала вязать на заказ. То есть это 5 лет назад я начала вязать вот как раз-таки на заказ. Как вы знаете, в основном я вяжу это шапочки детские, снудики, варежки я тоже вяжу. Вот, и все свои первые изделия на протяжении где-то примерно около двух лет я вязала на обычных спицах, купленных у нас здесь в офлайн-магазинах. И, к слову сказать, все свои шапки без исключения я вязала первые вот несколько лет на чулочных спицах. То есть все шапки я вязала по кругу, но на пяти спицах. Мне это нравилось, мне нравился результат. И у меня это абсолютно не вызывало никакого дискомфорта. Но, естественно, я смотрела YouTube, и периодически я слышала о хороших, дорогих инструментах, которые чуть ли не сами вяжут. И о круговых спицах в тот же период времени я начала слышать. Так как я сказала, шапки я вязала на обычных чулочных спицах, а снуды я вязала на прямых спицах. И я говорю, меня это полностью устраивало. И где-то по прошествию двух лет я всё-таки решила попробовать круговые спицы. Но, сказать честно, какие-то дорогие спицы покупать мне совершенно не хотелось. Ну, мне на это, скажем так, откровенно было жалко денег. Я не верила в то, что они прям настолько хороши, и что там чуть ли не за меня будут вязать. И я попробовала заказать из Китая сразу несколько наборов спиц. Ну, как вы знаете, то есть там заказываешь, допустим, вот я себе конкретно заказала набор спиц длиной 40 сантиметров, и там шли там 2,5, 3, 3,5. То есть так много их было. Там, наверное, пар 8, вот именно длина 40 сантиметров. То есть это размер спиц для вязания шапок по кругу. И заказала себе также второй набор сразу же спиц длиной 80 сантиметров. Это я вот так решила, что буду вязать на них снуды. Долго, конечно, я помню, ждала эти наборы. Насколько я помню, даже какой-то из наборов мне не пришёл, и я заказывала повторно, но всё-таки я дождалась. И когда эти наборы спиц ко мне пришли, честно, у меня было большое разочарование, потому что вязать этими спицами я абсолютно не могла. Мне было очень неудобно. Не в смысле вязать по кругу мне было неудобно, так как я привыкла вязать на пяти спицах, а здесь у меня фактически идёт на леске две спицы, и я по кругу вяжу. Нет, мне было неудобно, потому что там были очень жёсткие лески. Они у меня всё цеплялись. Они невозможно было просто вязать. В частности, конкретно неудобно было вязать резинку, потому что, если вы знаете, когда мы набираем спицы, то есть вот этот особенно первый ряд, и вот на вот этих китайских спицах это прям мучение было вязать. И я просто их забросила и сказала, нет, нет, никаких круговых спиц в моей жизни не будет. Опять же, видите, такой первый негативный опыт, и по этому первому негативному опыту я стала судить вообще в целом обо всех инструментах. Но потом прошло ещё сколько-то времени, наверное, там полгода, и в канун своего дня рождения я решила всё-таки купить спицы Адди, потому что все о них говорили, какие они хорошие, замечательные. Так мне на них, естественно, было денег жалко, но к дню рождения купить себе там две пары спиц, почему бы и нет? Сказать сразу, что у нас в городе конкретно в то время, то есть это примерно три года назад, купить вот эти вот фирменные какие-то хорошие спицы была большая проблема. Да и сейчас на самом деле нет такого, что этих спиц, пожалуйста, на каждом шагу можешь прийти и купить. Нет. Я знаю несколько мест, где сейчас можно купить эти спицы, но в то время это была буквально одна девочка, которая возила эти спицы, вот Адди конкретно, и зачастую очень много было спиц привезено как раз-таки под заказ, что сразу их буквально разметали, забирали, покупали. Вот. И, ну, все-таки какое-то наличие было, и я себе купила две пары спиц. Значит, на леске 40 сантиметров, номер 3 и номер 5 миллиметров. То есть 3 миллиметра мне надо было для вязания резинки, и 5 миллиметров это для вязания коз. И сказать честно, в тот момент, когда я попробовала эти спицы, всё, в моей жизни чулочных спиц больше не было, конкретно для вязания шапок. То есть это была моя, скажем так, любовь с первого взгляда. Ну, практически сразу, то есть или там в какой-то непродолжительный период времени я себе купила ещё несколько пар спиц. То есть меня результат очень-очень порадовал. И сейчас основные мои инструменты для вязания шапок это как раз-таки спиц-адди. Я прекрасно знаю, что отзывы о них тоже идут неоднозначные, в плане, если там сравнивать с какими-то другими спицами, кому-то они больше нравятся, кому-то меньше, кому-то не нравится, что закручиваются лески. Но конкретно для вязания шапок это прям для меня лично идеальный вариант. Мне никакие спицы больше не нужны. И на данный период времени у меня сейчас есть спицы адди, адди, значит, номер два с половиной, три, три с половиной, четыре, четыре с половиной и пять миллиметров. То есть шесть пар спиц, которыми я пользуюсь вот именно регулярно, постоянно, и которые у меня уж на самом деле в наличии очень-очень давно. И вот они у меня, эти спицы. Скажу сразу, спицы храню я вот прям вот так и храню. отдельно каждые в свою пачечку, упаковочку я не укладываю, потому что я вяжу на самом деле очень много регулярно, и они мне постоянно нужны. И на самом деле мне так удобно. То есть они у меня хранятся просто вот все вместе. Я складываю отдельно, у меня есть коробочка, где у меня лежат вот как раз-таки все мои спицы, которыми я вяжу регулярно, и лежат ниточки, которыми я сейчас вяжу какой-то процесс. Вот. Различаю я их на самом деле очень легко. То есть если мне нужен какой-то размер, я их вот так вот прям все вместе складываю. И здесь в принципе сразу мне видно, то есть вот допустим это у нас идет два с половиной, это три, чисто по толщине, то есть их здесь шесть штук всего лишь, то есть их здесь немного. И мне лично это хранение очень удобно. То есть я особо не заморачиваюсь, что связала, сразу положила. То есть да, так, наверное, более правильно, но для тех, наверное, кто вот так вот связал шапку и отложил там эти спицы до следующего года. Я вяжу, как я сказала, регулярно, и зимой, и летом. И я их никуда не убираю. Значит, смотрите, по поводу того, какие у меня именно, вот это все спицы Ади, но они там делятся тоже на свои, скажем так, подгруппы назовем их. Я уже честно говорю, название я вам сейчас не скажу, не помню. Вот. Ну вот они есть у меня, получается, пять пар, это у меня идет золотая леска, и одна пара, это у меня идет красная леска. То есть, опять же, я их выбирала по тому принципу, когда покупала, что есть, то и давайте. То есть особых каких-то предпочтений, что мне нужны именно золотые лески или именно красные лески, у меня не было. Если честно, особо принципиальные разницы у них я не вижу, что, допустим, вот эти золотые лески, что красная вот эта леска у меня есть. То есть они, ну и по кончикам они примерно одинаковые, я бы сказала. Единственное, спицы номером два с половиной миллиметра, они у меня, хотя, несмотря на то, что я ими вяжу крайне редко, два с половиной миллиметра мне нужны в основном для вязания резинки летних шапок из, допустим, вот Ализабеллы. Я им вяжу редко, но спица сама у меня вот вся вот так вот почернела. но абсолютно ни на что это не влияет, то, что она вот потемнела. То есть она такая же гладенькая, такая же скользкая, но факт остается фактом. Не знаю, то есть может это какие-то, какая-то подделка, не знаю. На функциональность самих спиц никакого значения это не имеет. Но вот они у меня так потемнели. Вот. Значит, это этими спицами я вяжу все свои шапки. Значит, если мы будем продолжать тему шапок, то, наверное, примерно год назад я решила попробовать спицы Зинги или Книт Про, вот они у нас идут, Книт Про Зинг. Тоже часто я в Ютубе слышала, какие они хорошие и замечательные, что они намного лучше спиц Адди. И я сразу себе в интернет-магазине заказала три пары спиц. Это у нас идут сейчас спицы, значит, три миллиметра. Я заказала себе пять миллиметров и заказала себе спицы пять с половиной миллиметров. Значит, смотрите, эти две пары у меня сейчас идут в процессе. То есть я могу тоже сразу показать. На одних спицах я сейчас вот вяжу шапочку. Это номер пять с половиной миллиметров. Вот так они у нас выглядят. Так. И вторые спицы, вот у меня, это номер три миллиметра. Вот такие они зелененькие идут. Они сейчас у меня в процессе. Так. И вот у меня спицы, значит, пять миллиметров. У меня здесь лежат в упаковочке. Опять же, они у меня тоже лежат, кстати, вместе со спицами Адди. Вот таким же образом. Это я специально для вас положила, чтобы вам показать вообще, как это выглядит и что это за фирма, чтобы вы все понимали и представляли. Вот. Значит, когда спицы ко мне эти пришли, я, естественно, я сразу взяла их попробовать связать. Спицы хорошие, хочу сказать. Спицы гладенькие. Все здесь хорошо и замечательно. Стыки, переходы, все хорошо. Значит, плюсы, если мы будем говорить относительно спиц Адди, это то, что здесь вот идет номер самой спицы. Он действительно набит так, что он со временем не сотрется. Потому что в спицах Адди эти номера, при покупке тоже были, но они, естественно, уже все стерлись. Вот я смотрю, буквально у меня несколько лесок осталось там, где виден номер спиц. То есть, вот 4,5 миллиметра, 40 сантиметров. Вот здесь на леске написано. Но это буквально, я смотрю, у меня две таких лески. Вот красная и золотая. На всех остальных лесках это все уже давно стерлось. стерлась. Но, скажу честно, меня абсолютно это не напрягает. И, ну, это, да, бонус, плюс, но для меня он не критичный. То есть, я легко эти спицы и без этих номеров различаю. Вот. И, скажу честно, эти спицы, я на них вяжу. То есть, это не то, что я купила, мне что-то не понравилось, и я их забросила. Я на них вяжу. Продавать я их тоже или дарить, отдавать никому тоже не собираюсь. Вот. Но они мне понравились меньше, нежели спицы Ади. А меньше, знаете, за счет чего? За счет того, что в спицах Ади мне больше нравится как раз таки вот эта вот мягкая леска. То есть, особенно, когда ты набираешь опять же таки резинку на шапку вот этих первых несколько рядов за счет того, что леска здесь, несмотря на то, что вот я сейчас смотрю, мне кажется, она, не знаю, практически такая же, как вот у спиц Ади, но вязать на ней ну, мне более дискомфортно, нежели на спицах Ади. И поэтому в основном, вот если честно, вот этими зингами я пользуюсь либо же, то есть, когда я после резинки уже перешла на косы, когда у нас здесь петель уже много, и вязать ими действительно ну, хорошо, нормально, то есть, вот они гладенькие, с петельки по спице бегают быстренько, то есть, все хорошо, все замечательно. Но, если мы будем говорить про спицы 3 мм, я сейчас, это у меня вяжется манишка, которая уже несколько месяцев на спицах и все никак не до вяжется. и если мы будем говорить вот про тройку, то я сейчас вот как раз таки переодела эти, эту манишку на тройку, потому что она мне давно лежит, и я просто, лишь бы на что-нибудь переодеть. но вязать мне, конечно же, было бы удобнее на спицах Адзи, ну, не знаю, то есть, она вот такая не совсем мягкая, не совсем податливая леска, так как, вот, допустим, мне это больше нравится, когда леска мягкая и податливая. Поэтому, конечно же, если вы хотите, тем более, купить какой-то набор, то, конечно же, более целесообразно купить, не знаю, там, одну-две пары просто вот обычных спиц попробовать и после этого приобретать какой-то полноценный набор. Вот, то есть, вы поняли, шапки я вяжу сейчас только на круговых спицах. Значит, если мы будем говорить про снуды, снуды, если я вяжу по кругу, то я вяжу на этих же спицах, что и сами шапки. Если мы будем говорить про снуды, которые я вяжу поворотными рядами, то эти снуды я вяжу на спицах длиной 60 сантиметров и вяжу я сейчас на обычных китайских спицах. У меня это тоже абсолютно устраивает. В тот момент, когда я себе покупала вот эти спицы Ади, я себе купила тоже спицы на леске 60 сантиметров, тоже Ади, там красная леска была, и я какой-то период времени вязала снуды тоже поворотными вот этими рядами на спицах 60 сантиметров Ади. Но как-то достаточно быстро, меньше, чем за год, эти спицы у меня сломались вот здесь вот на стыке, и я перешла на китайские спицы, и для вязания как раз-таки снудов они меня тоже устраивают и подходят, потому что они тоже достаточно, скажем так, гладкие, и если вот именно вязать поворотными рядами, то достаточно хорошие по качеству, вот именно для вязания поворотных рядов. То есть у меня тоже есть их, у меня их гораздо больше, ну это вот то, что у меня в коробке лежали, то, что чаще всего я вяжу, я их сейчас взяла, чтобы вам показать. Сразу вот вам покажу, тоже недавно себе купила спицы 40 сантиметров размер, восьмерка, это для вязания толстых шапок, ну сейчас может быть вставлю фотографию, чтобы вы понимали, о чем я говорю. То есть тоже в оффлайн-магазине были скидки, ну я вот взяла как раз-таки моток пряжи толстый, вот эти вот спицы, и в принципе тоже вязать нормально, когда особенно ты набираешь много петель, то есть эти спицы тоже тогда в принципе подойдут. Ну конечно же, если бы это были спицы Ади, на них было бы гораздо удобнее вязать, но так как это такие вот прям разовые какие-то повязушки, конкретно из толстой пряжи, то я думаю, мне бы сошли и вот эти спицы, так? Ну а вот этими спицами я как раз-таки вяжу снуды, они получаются удлиненные, ну то есть что значит удлиненные, то есть посмотрите, эта спица у нас идет коротенькая, сама именно спица не леска, то есть вот я их сейчас, видите разница какая, то есть это вот у нас здесь заканчивается, а это вот здесь заканчивается, и конечно, когда ты вяжешь поворотными рядами, то этими спицами вязать намного удобнее, и конечно же ими вязать намного удобнее, нежели вот этими прямыми спицами, я недавно вязала снуд взрослые, и вот решила взять спицы прямые, ну конечно, тяжеловато ими вязать, то есть я немножечко провязала и потом все-таки перешла на вот эти вот круговые спицы потому что они намного легче их удобнее держать в руках и ну не знаю как то для меня намного вязание идет быстрее то есть они у меня тоже идут по размеру основные которые ими я вижу это вот есть у меня 5 5 с половиной и 6 миллиметров то есть зависимости от пряжи на как из которой я буду вязать снут вот я подбираю таким образом спицы то есть пять пять с половиной и шесть миллиметров это основные спицы которыми я вижу снуды вот это вот как раз таки спицы китайский который меня устраивает который мне нравится и если честно менять пока я не планирую переходить на что-то другое потому что ну разницы если честно вот я вязала нади принципиальный я не вижу еще хотела бы вам показать свои спицы чулочные у меня их достаточно много я их тоже храню прям все вместе не по каким-то отдельным упаковочкам и что же я вижу на этих спицах этими спицами я вижу в основном на данный период времени это варежки и закрываю макушки в шапках тоже я на чулочных спицах смотрите в чулочные спицы я храню вот в таком вот финале для ручек вот так он выглядит мне это тоже опять же очень удобно то есть они нигде не валяются они находятся в одном месте опять же принципе по толщине я сразу вижу какой-то номер и что мне нужно взять то есть обычно я вот таким вот образом это все высыпаю и выбираю то что мне нужно то есть вот столько у меня их казалось бы запутаться очень легко но я сразу уже вижу на глаз где какой номер спиц значит сразу отсюда я уберу вот эти спицы это тоже я недавно купила вязать как раз таки шарфы то есть это спицы вот я купила 6 миллиметров они длиной идут 25 сантиметров то есть они идут прямые но они идут не на не настолько длинные как обычные классические спицы прямые так и они идут легкие тоже вот допустим как если взять такое изделие как шарф мне ими вязать очень удобно вот себе недавно тоже купил это тоже обычные китайские спицы ну купленные здесь у нас в оффлайн магазине то есть все здесь просто ну игру простые легкие скользкие удобные что здесь еще говорить дальше здесь у меня еще лежат крючки крючки тоже идут у меня обычные прям и гамовские есть и дорогих крючков опять же нету опять я ими вижу достаточно не часто игры и это качество меня абсолютно устраивает их вот моим здесь лежат крючки наверняка у меня где-то больше лежит ну вот то что у меня здесь лежит вот здесь потолще когда-то что-то я вязала здесь 7 миллиметров ну и в основном здесь два с половиной три его четверка у меня здесь есть но игры я ими пользуюсь на самом деле очень редко поэтому здесь я вообще разницы никакой между ними не вижу то есть для тех возможно кто даже только крючком конечно вам ну разница наверняка какая-то есть но так как я вижу не часто то вот какое-то количество у меня есть и она меня абсолютно устраивает вот дальше у меня вот видите это спицы вот они сразу выделяются по длине это спицы 25 сантиметров номер три с половиной то есть вот это про то как я их различаю то есть вот сразу мы достали спицы три с половиной миллиметров красненькие это спицы у меня два с половиной вот я в основном здесь спицы тоже идут от двух с половиной до пяти миллиметров то есть это те спицы которыми я пользуюсь чаще всего которые да мне нужны некоторых спиц здесь по несколько пар ну и в принципе эти спицы меня вполне устраивают единственное тоже такой момент возможно будет полезен для скажем так новичков кто вяжет недавно что вот спицы смотрите они есть такие более матовые видите и блестящие на данный период времени вот эти блестящие спицы мне нравится больше то есть если я себе покупаю спицы вот ну опять же вот то что я себе недавно покупала это спицы вот такие вот блестящие потому что они сразу же идут гладкие то есть их не нужно провязать там не знаю кучу изделий для того чтобы они заполировались а вот эти спицы они изначально идут ну не знаю какой то наверное в смазке и это смазка достаточно проблематично стирается не знаю то есть их надо прям провязать кучу изделий чтобы они заполировались вот у меня тоже есть пиццы три с половиной миллиметра это спицы длиной 20 сантиметров и они вот до сих пор идут спицы не скользкие то есть они до конца еще не заполировались эти тоже у меня такие же были но вот со временем все таки они заполировались и стали гладенькие но я говорю недостаточно связать одного изделия для того чтобы они были гладенькие и даже вот в тот период времени пока ты будешь там вязать энное количество изделий пока они станут гладенькими это ты потратишь себе кучу нервов потому что вязать конечно очень неудобно когда спи спица не скользит лично для меня и поэтому сейчас когда я покупаю спицы я стараюсь себе покупать именно вот такие вот блестящий потому что они сразу идут гладенькие это я сейчас говорю про спицы обычные не вот эти вот одизинги там и так далее это обычные спицы не знаю там китайские еще какие-то которые продаются как у нас в наших местных оффлайн магазинах вот это мы сейчас с вами рассмотрели мои спицы чулочные тоже они мне нужны но это качество которое я имею меня вполне устраивает то есть возможно со временем я себе и куплю какие-то спицы тоже одели еще что-то вот именно чулочные но пока я не планирую вот и основное для чего я начинала снимать это видео это я хотела бы с вами поделиться что в канун этого нового года я решила себя порадовать я решила что я заслужила это что я в течение года хорошо себя вела и я себе решила заказать набор спиц 1 скажу сразу что это было не очень легко плане найти то что тип ну что мне было нужно наборов спиц 1 очень много и основным критерием для меня было это первое чтобы это был все-таки набор и второе чтобы это спицы были укороченные все я посмотрела что под мои критерии попадает набор спиц один клик лейс это идет набор укороченных спиц я начала искать в интернет магазинах то есть я и написала и обзвонила прям кучу магазина все что мне поисковике выдавалась везде звонила спрашивала но в наличии ничего не было я даже пробовала заказать через российские интернет магазины но там цена прям на порядок на было выше нежели в наших интернет магазинах где эти спицы как бы значились но по факту их не было ну где-то примерно на 50 долларов обходился набор дороже в россии заказать мне в беларуси и в беларуси нежели где-то здесь ну а где-то здесь их просто не было вот если только ждать но опять же вот представьте хочу купить к новому году ну какое ждать хочется естественно прямо сейчас ждать понимаете с учетом вот этих всех сегодняшних событий пришлось наверное бы не неделю-две а возможно там несколько месяцев естественно такой вариант мне не подходил и буквально совершенно случайно я нашла этот набор который мне был нужен у нас ну кто из беларуси тут поймет о чем я на куфоре то есть это такая площадка где люди продают свои какие-то вещи и у нас здесь на куфоре я нашла этот набор который мне был нужен один клик лэйс вот он идет значит он идет я его покупала с рук но он идет в идеальном состоянии здесь все хорошо все отлично значит и этот набор мне обошелся белорусских рублях сейчас вам скажу это 180 белорусских рублей я сейчас в доллары не переводила но если кому-то интересно значит мы берем 180 умножаем на курс 2 и 6 то есть это получим цену в долларах там порядка может там 70 где-то долларов обошелся мне этот набор значит набор пришел мне в коробочке так если мы нашу коробочку откроем то здесь вот во первых лежа лежала вот инструкция какая-то то есть наверно не инструкция больше памятка до инструкции памятка про наборы другие здесь тоже вот я смотрю написано и как что вставлять спицы блеску вот так он выглядит так и вот в принципе сам чехол которым лежат мои спицы значит вот мы чехол наш открываем здесь вот так это все выглядит все видите все аккуратненько сразу скажу одними спицами я сейчас вижу детский комбинезончик поэтому здесь их вот нет это номер у меня идет четыре с половиной миллиметра вот так он выглядит в открытом состоянии здесь у нас возьму сейчас здесь у нас идут спицы от трех с половиной до восьми миллиметров то есть вот три с половиной 4 4 с половиной 5 5 с половиной 6 7 и 8 миллиметров идет вот такой вот коннектор так дальше чехол мы наш если закрываем то с обратной стороны у нас идет кармашек на замочки где у нас лежат все лесочки наши на лесках у нас здесь написано их длина то есть длина здесь указана с учетом самой спицы то есть это длина 40 50 60 80 лесочка я сейчас вижу 80 и 100 сантиметров то есть вот у меня было в комплекте получается раз два три 4 5 5 пар лесок скажу сразу значит я не могу сказать что этот набор мне был жизненно необходим просто хотела себя как-то порадовать спицы эти вот сами от и мне очень нравится здесь вот как вы заметили идут красные лесочки я довольна результатом я уже связала ни одну шапку на этих спицах результатом я довольна все хорошо скользит нигде ничего не цепляет нигде ничего не отщелкивается в процессе вязания что вот немножечко я боялась все отлично все хорошо и набором я своим очень очень довольна таким образом мы с вами поговорили обо всех моих инструментах и о том как я скажем так вот чулочных спиц перешла вот как раз таки на спицы сегмента подороже и конечно когда ты вяжешь хорошими инструментами наше хобби становится не только скажем так делом которое приносит нам доход но и которое приносит тебе большое большое удовольствие и так мои хорошие на этом мы будем заканчивать этот ролик надеюсь вам было интересно и полезно послушать мою историю скажем так связанную с инструментами мы с вами обязательно встретимся еще в новых видео всем большое спасибо за просмотр подписывайтесь на канал и всем пока пока